Сегодня ты узнаешь, что такое система контроля версий, как пользоваться гитом через консоль или графический интерфейс, кто такие коммит и пуш, и чем гитхаб отличается от порнхаба. Привет, меня зовут Бебра, не забудь оценить мою шутку лайком или дизлайком, ну и не забывай, что тут говорят о программировании. А мы начинаем. А спонсор этого видео вы. Господа, если вам нравится мой контент и вы хотите поддержать меня, то подписывайтесь на Бусти, там я выкладываю дополнительный контент, а также различные видео по обучению разработки плагинов для Майнкрафт. Ссылка в описании. Итак, начнем с того, что я объясню, что вообще такое система контроля версий. В общем смысле, система контроля версий это система, которая записывает изменения, вносимые в файл или систему файлов, и позволяющая в один момент вернуться к тому или иному сохраненному ранее состоянию, или увидеть, что изменилось с того момента. Например, если ты графический дизайнер и делаешь превьюшки для ютуб-канала Бебра, то ты можешь сохранять изменения в своей работе, чтобы ты мог по своему желанию, ну или желанию заказчика, откатиться к любой из ее версий. Если ты программист, то предположим такую ситуацию. Ты пишешь большой проект. Такие проекты, хочешь ты того или нет, ты подсознательно делишь на подзадачи. То есть ты реализуешь его фичи поочередно. И вот предположим, что ты реализовал одну фичу, а при реализации второй у тебя все сломалось, повсюду баги из ниоткуда, и ты хочешь вернуться к состоянию, когда все работало. После реализации первой фичи достаточно просто сохранить текущее состояние проекта и продолжить работать. Если будет необходимость, то ты сможешь без проблем откатить проект к предыдущему состоянию. Причем количество состояний, к которому ты можешь собственно откатить проект, зависит только от того, сколько раз ты его сохранял. То есть таких бэкапов может быть хоть миллион. Еще одно преимущество системы контроля версий, она позволяет коллаборировать проект. То есть при создании репозитории, ты можешь настроить доступ к ней для другого человека, ну или группы людей, которые тоже смогут изменять проект. И когда они будут загружать свои изменения на сервер, то система будет в автоматическом режиме совмещать изменения с тем, что уже имеется на сервере. Если же изменения конфликтуют, то тому, кто загружает изменения, нужно будет решить конфликт слияния файлов, выбрав то, какие изменения сохранить, а какие удалить. Я упомянул новое слово. Репозитория. Репозитория это термин, которым обозначают место, в котором хранятся все файлы проекта. То есть те файлы, с которыми непосредственно мы работаем в рамках этого проекта и хотим сохранять, восстанавливать, и с которыми мы хотим, чтобы собственно наша система контроля версии работала. В общем, штука эта очень полезная, и уметь ей пользоваться, это не только важный для тебя, но и востребованный работодателем навык. Вдобавок, как ты уже скорее всего понял, полезна она может быть не только для программиста, но и для любого другого специалиста, так или иначе работающего на компьютере. Наиболее популярна сейчас система контроля версии ГИД. Все ее фишки реализованы в виде системы консольных команд. Сегодня я буду рассказывать именно о ней и покажу, как пользоваться ей не только в консоли, но и в среде разработки IntelliJ с помощью графического интерфейса. Если ты не программист или не пользуешься IntelliJ, то ты можешь посмотреть только ту часть, где я показываю работу с консолью. Консольные команды универсальные могут быть использованы как в IntelliJ, так и в терминале любой операционной системы с установленным ГИТом. Если же ты программист и пришел сюда за тем, чтобы узнать, как работать с ГИТом в IntelliJ, то советую смотреть видео полностью, потому что работа с ГИТом в консоли рано или поздно пригодится, даже если ты пользуешься графическим окружением IDE. Ладно, вступление окончено, переходим к практике. Начнем с разбора консольных команд. У себя на экране ты видишь терминал Windows. Именно на примере него я покажу работу с консольными командами. Еще раз оговорюсь, что показанное будет универсально для любой операционной системы, будь то Windows, Linux или Mac OS. Итак, первое, что нам нужно сделать, это установить ГИТ. Устанавливается он по первой ссылке в Гугле, простым установщиком. Даже не представляю, какие проблемы у тебя могут с этим возникнуть. После установки нам нужно первым делом настроить ГИТ. Заходим в терминал и пишем команду gitconfig. Именно с помощью этой команды мы будем изменять все настройки ГИТа. Итак, пишем gitconfig, указываем флаг 2DFIS global, пишем user.name и пишем желаемый никнейм, под которым вы хотите загружать собственные изменения в репозиторию. Я напишу bebra. Второе, что нам нужно установить, это почту. Для этого пишем ту же команду, только вместо name пишем email. И указываем, собственно, свою почту. Последний параметр конфига, который нам надо инициализировать, это название стандартной ветки. Что такое ветка в гитхаб-репозитории, мы поговорим чуть позже. Сейчас постарайся просто понять. Это часть репозитории, в которой будут храниться все наши файлы. Теперь, когда мы локально идентифицировали пользователя, самое время создать нашу первую репозиторию. Начнем с добавления локальной репозиторию, которую мы уже сможем в будущем загружать на сервер. То есть то, что мы сейчас создадим, будет лежать у нас на компьютере. А в будущем мы то, что у нас лежит на компьютере, сможем запихнуть на удаленную репозиторию. Итак, для того, чтобы это сделать, напишем git init. И после этого через пробел указываем путь к месту, где хотим создать репозиторию. Выполним команду и увидим, что в заданном нами месте создалась указанная папка. Причем все папки по пути, которые не были до этого созданы, обязательно создадутся, если написать такую команду. То есть вот, например, папки git repos у меня не было до того, как я прописал эту команду. И, как видишь, она автоматически создалась. Итак, созданная папка у тебя либо пустая, либо в ней будет папочка .git. В этой папке будут храниться все служебные локальные файлы и бэкапы. Если ты ее не видишь, это не значит, что ее нет. Не нужно пугаться. Просто для тебя она скрыта. Скорее всего, у тебя в системе выключено отображение скрытых файлов. Итак, давайте немного изменим нашу репозиторию и поместим в нее какие-нибудь файлы. Абсолютно не важно, что это за файлы. Файлы проекта в фотошопе, класс с кодом или просто текстовый файл. Теперь переместим наш терминал в созданную папку. В начале строки, в которой мы пишем в консоли, написан путь в той папке, из которой в данный момент выполняются все команды. У меня на экране ты видишь, что так как я нахожусь на Windows, то у меня это c.windows.system32. То есть это именно та папка, в которой я сейчас нахожусь. Если же ты на Linux, то тебе достаточно просто зайти в папку, из которой ты хочешь открыть терминал, нажать правой кнопкой мыши и нажать open terminal here. И, собственно, у тебя терминал откроется от имени этой папки. Как минимум, те команды, которые я сейчас покажу, будут работать на Linux. Так что можешь просто следовать моим инструкциям. На Linux это работать так же будет, как и на Mac. Итак, для того, чтобы переместить терминал в нужную нам папку, мы пишем cd. Это команда, которая расшифровывается как change directory. То есть то место, где мы сейчас находимся. Ту папку, в которой мы сейчас находимся. И после этого мы пишем необходимый нам путь. Итак, для дальнейшего эксперимента я поместил в папку несколько файлов. Теперь нам необходимо указать, что эти файлы являются частью нашей репозитории. То есть они не просто так там лежат, а они нам нужны. Именно с ними git и должен работать. Для этого напишем консольную команду git add. И напишем название всех файлов по очереди через пробел. Таким образом мы добавим файлы в git, чтобы он понимал, что, опять же, это не рандомные файлы, а то, с чем ему нужно работать и что нужно сохранять. Ну и теперь давай создадим первый локальный бэкап нашей репозитории. Для этого напишем git commit. Появляется консольное окно, в котором мы указываем комментарий к нашему коммиту. Например, напишем initial commit и потом добавим added file structure. Ну или еще что-нибудь напишем. Важно понимать, что тут ты можешь написать все, что считаешь нужным. Никаких служебных слов тут нет. Это просто комментарий к коммиту для тебя. Ну или для какого-то другого человека, который будет смотреть твою репозиторию. Чтобы сохранить, на виндоусе нужно нажать escape и затем двоеточие wq и нажать enter. Готово. Локальный бэкап создан. На самом деле в терминологии git локальный бэкап называется коммитом. Получается, что коммит это состояние проекта, которое мы сохраняем и к которому мы можем вернуться в любой момент. Запомни это определение. В будущем я часто буду его использовать. Чтобы убедиться, что мы можем вернуться к этому коммиту в любой момент, давай изменим один из наших файлов и попытаемся восстановить предыдущее состояние проекта. Прежде чем мы изменим файлы, давай напишем git статус. Как видишь, git пишет, что никаких изменений нет и коммитить нечего. Теперь внесем изменения в некоторые файлы и напишем команду снова. Как видишь, git сразу отобразил файлы, которые были изменены. Теперь, чтобы восстановить репозиторию до состояния последнего коммита, достаточно написать git reset. И дальше необходимо указать флаг восстановления. От него будет зависеть то, что будет восстановлено в репозитории. Чтобы восстановить репозиторию полностью, используется флаг hard. Как видишь, репозитория полностью восстановилась и изменения в файлах пропали. Теперь давай поговорим о том, как работать с файлами на удаленном сервере. Для того, чтобы сделать из нашей репозитории онлайн репозиторию, нам нужен какой-то сайт или сервер, который, собственно, и хостит эти репозитории. В этом видео я не буду говорить о том, как настроить собственный сервер, а расскажу на примере хостинга гитхаб. Гитхаб – это довольно популярный сайт для хаста различных репозиторий. Наиболее популярен он среди программистов, для которых он, собственно, и предоставляет определенный функционал и для которых он, собственно, и создавался. Для того, чтобы им пользоваться, необходимо создать аккаунт. Это делается очень просто, ничего сверхъестественного тебе не понадобится. Обычная регистрация. Я буду использовать свой гитхаб-аккаунт. Кстати, если хочешь, можешь подписаться на него, ссылочка есть в описании. На сайте создадим новую репозиторию и назовем ее желаемым именем. Не обязательно, чтобы оно совпадало с локальным названием, которое мы использовали раньше. Я, например, назову ее github-repo. Теперь вернемся к терминалу и пропишем такую команду. git-remote-add. И далее пишем желаемое название. И вставляем ссылку на созданную репозиторию. Мы привязали удаленную репозиторию к нашему гиту. Теперь, чтобы непосредственно загрузить все файлы на сервер, пишем git-push. Ну и далее указываем название, вписанное в предыдущую команду. Мы увидим сообщение, содержащее различную информацию о ходе загрузки. Как только выполнение завершится, пропишем git-push еще раз. И увидим, что git говорит нам, что все файлы уже и так обновлены. Это значит, что мы уже запушили все на удаленную репозиторию. И все наши файлы уже там. Затем на сайте обновим и увидим, что, собственно, все файлы уже лежат тут. И мы можем посмотреть их посредством нажатия на них. Давай чуть-чуть поподробнее остановимся на механизме push. Push — это механизм загрузки наших коммитов на удаленный сервер. Обрати внимание, не механизм загрузки файлов, а механизм загрузки коммитов. То есть, пока ты не закоммитил локальные файлы и изменения, ты не можешь загрузить их в удаленную репозиторию. Но, если ты создал много коммитов подряд и не запушил их, то ты можешь запушить на сервер их все разом. И все они, собственно, на этом удаленном сервере разделятся. И ты будешь видеть, что к какому коммиту относятся. Зачастую работа программиста, кстати, строится именно так. Каждая фича коммитится отдельно. А потом, по окончании сессии работы, все локальные коммиты пушатся в репозиторию на сервере. Это очень крутая и, что самое главное, правильная практика. Самое время поговорить о том, как все работает в рамках IDE. Использовать я буду IntelliJ со стандартными иконками. Но полученные знания можно будет применить в любой IDE JetBrains. Ну и если ты на IntelliJ установишь какой-нибудь плагин типа Material Icons, то иконки у тебя, конечно, изменятся, но останутся на том же месте. И работать все будет, соответственно, абсолютно так же. Итак, для того, чтобы работать в какой-то репозитории, давай для начала ее создадим. Я буду показывать работу с гитом на примере нового проекта. Для того, чтобы создать проект с привязкой к удаленной репозитории, необходимо, во-первых, создать, ну, обыкновенный проект, как ты это делаешь обычно. Можешь открыть существующий проект, он тоже подойдет. Теперь необходимо создать репозиторию этого проекта. Для этого кликаем сверху на кнопку VCS и далее выбираем Share Project on GitHub. У нас открывается такое окошко. В нем необходимо будет указать имя, описание и видимость проекта для других пользователей. Также необходимо привязать свой GitHub, ну и затем нажать ОК. Привязка осуществляется через браузер, так что никаких проблем возникнуть у тебя не должно. Делаем первый коммит и пуш. Готово. Наш проект уже на GitHub. Давай в этом убедимся. Нельзя же мне верить все время на слово. Заходим на GitHub и видим, что проект лежит тут и все файлы уже автоматически запушились. Как видишь, перед нами обычная IDE. Только после того, как мы привязали проект к онлайн-репозитории, справа сверху появились новые кнопки. Именно они отвечают за управление GitHub и взаимодействие с удаленной репозиторией. Также слева снизу есть кнопка терминал. Нажав на нее, ты увидишь консоль IDE. Ее ты можешь использовать для того, чтобы писать команды, о которых мы говорили ранее в этом видео. Но в этом по сути нет необходимости, так как почти любые действия можно выполнять через группу кнопок управления GitHub справа сверху. Да и на самом деле, все, что я дальше покажу, лишь графический интерфейс, который построен над этими же самыми командами. Ты просто нажимаешь на кнопку, а команды выполняются в фоне, и ты этого не видишь. Итак, давай изменим некоторые файлы и выполним коммит. Как видишь, открывается окно коммита, где мы так же, как и раньше, видим изменения в файлах. Затем необходимо написать комментарий. Теперь нажимаем кнопку коммит, и видим, что интеллидж проверяет файл. У меня это случилось очень быстро, но у тебя, если проект побольше, может происходить подольше. Это делается для того, чтобы отобразить нам предупреждения и ошибки, если они есть. После проверки ты можешь вернуться к исправлению проблем в козе, либо же все равно выполнить коммит. И, как видишь, интеллиджей сообщает нам об успехе. Все, что нам остается, это нажать кнопку пуш, чтобы запушить. Она находится рядом с кнопкой коммита. Открывается окно. Давай немного поговорим о нем. Слева показывается список коммитов. Их ты можешь различать по написанным комментариям к коммиту. Справа же показываются файлы, которые мы изменим после этого пуша. После нажатия кнопки пуш, справа снизу, мы увидим табличку о том, сколько коммитов было запушено. И если мы зайдем на гитхаб, то увидим там все измененные файлы. Ну и последнее, о чем мы поговорим, это как откатывать изменения в графическом интерфейсе. На самом деле, любые действия в нем интуитивно понятны. Ты сейчас поймешь, о чем я. Достаточно просто посмотреть на блок управления кнопок гитом и найдешь там кнопку роллбэк. Эта кнопка как раз и используется для отката к последнему коммиту. Давай что-нибудь изменим и откатим это. Как видишь, все работает прям супер просто и понятно любому. Теперь, когда я показал самые простые действия, которые можно выполнить с помощью гит, я предлагаю на этом закончить. Если вы наставите много лайков и напишите много комментов, то я уверен, что я расскажу еще много о чем, что можно делать с системой контроля версий. Например, один из самых важных навыков это коллаборация проектом, то есть умение работать группой над проектом. Также необходимо уметь решать гит-конфликты, когда пушат код в один файл сразу несколько человек. На эту тему я обязательно сделаю гайд. Ну а на этом все. Спасибо большое за просмотр. Не забывай про мои бусте, телеграм и дискорд. Пока.